привет всем вот уже прошло больше года точнее год и один месяц как я использую своей солнечной электростанции эти железофосфатные аккумуляторы и поэтому сегодня я предлагаю эту тему обсудить давайте проверим состояние аккумулятора для этого я буду использовать автомобильный тестер конвей но хочу сразу сказать что это конечно для такого аккумулятора не является самым каким идеальным прибором так значит заряд а кб естественному не салоне возьмем как обычную самую так стандарт возьмется ток предположим 1600 ампер что у нас получилось в результате получилось у нас так а кб исправно ток стандарте это 1705 ампер так сопротивление 1 и 76 миллиона в общем-то показатель этот практически не изменился чему я естественно радуюсь давайте сейчас отсоединим теста сложим сторону теперь обсудим как я его данный аккумулятор эксплуатирую а потом немножко расскажу по контролю в основном у меня работает вот этот вот 1500 ваттный инвертор x-mark вообще у меня два инвертора попозже о втором расскажу так как я что я к этому инвертору подключаю ну практически все время у меня к нему подключено освещение в доме также холодильник компьютер ну вот у меня еще также есть электроплиточка бывает на ней что-то готовлю но не так чтобы несколько часов напролет ну скажем не более 40 минут что-то такое ну естественно в день ну так же пользуюсь электроинструментом различным далее вот есть у меня такой вот инвертор хоть здесь написано 8000 ватт но по факту он 4 киловаттный сразу хочу сказать что на максимальную мощность я его так и не испытывал потому что вот эти аккумуляторы а у меня они 12 вольт батарея собраны из них 200 ампер часов и максимальный продолжительный ток у у них составляет порядка 200 ампер но это как бы разрешенные производителем возможности испытать данный инвертор на максимальную нагрузку у меня конечно в данный момент нету вот этот вот инвертор я в основном использовал для электросварки как я этот инвертор использовал для сварки ну не более 15 электродов диаметр два с половиной миллиметра в день естественно не так чтоб взял и ваешь без прерывы типа как трубопровод ваешь а так с небольшими перерывами вроде бы по использованию я все рассказал как я использовал давайте идем вот к этому контроллеру данный контроллер у меня используется для заряда аккумулятора аккумулятора от солнечных панелей контроллер у меня мппт в общем то он с работой исправляется можно посмотреть показатели всякие но сейчас темно поэтому он естественно ничего не показывает ну ладно смысл не в этом настроено у меня напряжение 14 и 2 вольта в общем на гелевый аккумулятор вообще бы конечно в идеале лучше было бы настройки поменять ну из-за того что я пока не могу не смог найти поменять их и незначительно конечно там здесь абсолютно не обязательно такой алгоритм заряда как у кислотного аккумулятора достаточно сделать что-то ближе к тому ну как по типу как в автомобиле то есть задача скажем просто поддерживать какую-то заданную величину напряжение ну вот но чтобы это произвести мне нужно конечно скачать приложение вот оригинальное приложение к сожалению без vpn скачать невозможно так как я живу в рф то для нас некоторые сайты заблокированы из которых это приложение скачивается пробовал другие приложения пока что не получилось они оказались неподходящими ну такая ситуация на сегодняшний день а сегодня я хочу сказать 4 октября 2022 года так что в общем данными аккумуляторами я доволен считаю что выбор сделал я правильно ну и так же рекомендую другим альтермативщикам пользоваться такими аккумуляторами ну на этом я с вами прощаюсь пока до следующих видео